В этом году День космонавтики КНР проходит с особенным размахом. Китайское национальное космическое управление празднует свой 30-летний юбилей. К этой вехе ведомство подошло с солидным багажом. Например, в прошлом году Поднебесная достроила собственную орбитальную станцию и нашла на Луне новый минерал – камень Чаньэ. В юбилейном году можно ожидать не менее громких достижений, обещают в управлении. В 2023 году аэрокосмическая промышленность Китая отправится в новое захватывающее путешествие. КНР займется четвертой фазой лунной программы и проектом по исследованию планет. Тем временем национальная орбитальная станция Теньгун перейдет на следующий этап эксплуатации и развития. Также мы запустим новые спутники, в том числе АОК-1. К двойному празднику Китай подготовил более 400 тематических мероприятий, в их числе выставки об исследовании космоса и научно-популярные лекции для молодежи. «Мы будем и дальше способствовать всестороннему прогрессу космической науки и техники, опираясь на инновации, принципы мирного развития и эффективного сотрудничества. Мы готовы объединить усилия с международным сообществом, чтобы исследовать тайны Вселенной, защищать Землю и повышать уровень жизни людей во благо человеческой цивилизации». В честь Национального дня космонавтики исследователи из КНР опубликуют результаты работы китайского зонда Тяньвэнь-1 на Марсе. Также к празднику приурочено вручение премий за выдающиеся достижения и инновации в аэрокосмической отрасли.